всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет видео про маму про мамину комнату в общем мы начали собирать мебель точнее муж мой и я вам сегодня все покажу как обустроена у мамы что у нее там будет стоять какой мебель купили так что кому интересно продолжайте смотреть вот комната моей мамы сейчас она выглядит вот так тут у нее телевизор вход тут швабра моем все сейчас вам тут стоит письменный стол вот такой старенький и еще 10 было у него это шейная машинка да и вот уже муж у меня собрал кровать тут беспорядок такое конечно да сам инициатором сборки кровати вчера у нас был младший сынок потому что утром когда просыпается приходит к бабушке и досыпает еще полчасика бабушкам и по спинке тут гладит массаж делают вот такую кровать купили принципе она такая же как у меня у мальчишек но маме она очень понравилась потому что у нас кошка в общем любит забирать да мама раньше был дивана такая и приходилось там все закладывать чтобы она там ничего не натворила вот да то есть тошнил кошка старенькая уже бывало и по приходилось все отодвигать чтобы там все убрать за ней если что и от мам еще себе тумбочку этой кровати до вчера тоже собрали удобно удобно все свое сложилось и книжки и это вот так вот обычно происходит у нас у бабушки кстати в нашей комнате как же кровать да то есть обычно они здесь тусуются мама тут сидит вышивает очень часто такое происходит причем бывает что тишина аж даже я никому не нужна до они здесь лежат здесь телевизор мелки моим телефоном пользуются игра так что будем сейчас тут наводить красоту порядок маму часы вот это мало все покупала и не очень понравились здесь висят и обои вот эти моей маме тоже очень нравится на недавно уже у нас и занавески но занавески у нас всегда выглядит вот таким образом она всегда разновешивает окно всегда да еще мама забрала тут жужу себе жучку потому что кое-кто и не кормит ну она по вечерам просто ест а мы уже спим а бабушка шьет так что вот так вот у нас и она кормит а муж у меня тут разбирает нашу духовку будет жить духовка ну и помощник естественно помощь смотрите как у меня умничка за папу работает умничка сам все гвоздики тут забивает да папа у нас основное собирает а сыночка вот собрали уже стол сейчас на место поставим и так как мама у меня сегодня занята на разбором своей комнатой я приготовила ужин и на ужин у нас будет куриная грудка который я варила бульон к супу вытащила мясо и значит обжарила вместе с луком с белыми грибами которым осенью собирали добавила чуть перчика соли и немножко сметаны вот такая вкусная получается на гарнир у нас гречка обычная отварная детка мне сейчас пожаривают эти наггетсы а вот это блюдо я жарила вот на таком масле который я заказывал сахар видите мы вовсю пользуемся и на нем очень вкусно обжаривать что то она прям пахнет молоком но мама же рассказывала и вот аромат просто потрясающий вот с этим маслицем так что вот такой у нас будет вкусный ужин еще я порежу помидорчики огурчики просто ну не в салатика просто порционно и у нас вкуснятина ну что мебель собрана долев перестала все разложить мама у меня на самом деле не любит этим заниматься да вообще она да вот организация хранения не мамина не мамин конек вот это я сюда принесла примерить вот эту феечку которая покупала в икее вот вот такой мама получается стол чтобы свои работы прикрутила она что-то вышивает такая кстати у мамы крутая лампочка для работы тут тоже лампочка и вот здесь вот кстати вот это тоже мамина работа я только не знаю показывала я вам или нет это тоже мама вышивала собак крестиком все переделать ну как тебе переезд мини мама не любитель вообще этого всего я бы конечно помогла но я же разложу так что не найдешь потом ничего ну помоги а ты попробуй попробуй я половина выкинула бы да и все начну далек ты бабушка помогаешь мне тоже не знаю показывала вам или нет мне кажется нет тоже мама вышла сама вот такую картинку хорошенько хорошенький котик я обожаю кота мамин ноутбук что все уже все забила я кстати наоборот люблю вот это все разбирать выкидывать половину а мама нет маме всегда жалко выкинуть все нужно такой стеллаж который предполагался для всякой красоты а вот это для вышивки но мамы не хватает места говорит кому-то маленькие заказали раньше мама в 10 шкафу вот такой шкаф который предназначался для одежды ну вот кстати вот эта штука у мамы для крепления вот кто может быть вышивает из вас как вот это называется штука это мама строительном магазине взяла низкие тиски да удобно удобно даже надо держать да вот там не было был станок он шатался а это прикрепился и вот и сюда разные вот эти пальцы можно большие поменьше какие вам удобно вот кстати вам на заметку видите как у мам тут мы же моего струбцину взяла кусочек вот такой вот еще мама тут вот такие штучки есть для иголочек ведь какие-то же в общем стяково ручки тоже тут специальные для пометок всяких вот таких до пометок всяких тут тоже всякие остатки ниточек да да и вот эта лампа кстати очень крутая лампа это такая врачебная дала нет так это такие есть у косметологов у косметологов да так включается она получается эти какая и здесь увеличительное стекло то есть если нужно почему так не держится так не держится так вам резиночка прикрепляет и если что-то мелкое и нужно посмотреть и это выключать лампа прикольно и вот это кстати картинка тоже но мне кажется ее я показывал уже до картины на шерстью году мальчик одуванчик шерсти мама сделала баночка до кошмар какой-то творить двойные пушки здесь это фонарь это фонарь от машины на сегодня все тут он с мамой песина все время спит хотел сюда коврик положить с этой мадам она тут постоянно мама спит вдруг мало соскочит и пойдет готовить что вкусненько она так что мама у нее под контролем кстати хотела показать мамины кремушки вы спрашивали чем мама пользуется у него такой для рук это я давно покупала от the body shop нравится этот крем хороший но запах такой ядерный ядерный потом вот такое мама есть бархатные ручки потому что перчатки он не впитывается надевается такие никак защитные как перчатки латексные надеваешь на себя и все золото готовить это не впитывает и на мне не понравилось еще такой мама крем атакуйте нравится да это хороший вкусный запах нежненький такой а прошу руки в руки хорошо тут вот если заусенец вот эти начинаешь когда-то как деревьев там или где-нибудь палец это самое поранишь иголкой хорошо даже заживает так вот такой мама еще есть крем где ты его покупала какой покажи а это фикс прайсе вот фикс прайсе нравится это не очень до этого была первая помощь вообще шикарный вот такая большая балья такая вот мы это самая большая тут получше там побольше с мочевиной это вот когда вот трескаются вдруг треснули пятки вообще хорошо заживает а вот этот не очень а это да немножко не тут вам еще детский крем понятно а вот это вот это я маме переложила вот это вот от пальма 1 до которая на херби я заказывала которые именно батар идет как он тебе шикарный вообще шикарный у меня пятки обычно зимой почему-то начинается вот как вот как наждачка такие вот прямо не трещинки а вот как немножко отслаивается кожа такая вот и я тут помазала даже можно было вот после бани помазала даже вот не использовала вот это помазала два-три раза вообще как детские пяточки шикарно да вот видите мама тут юзает я потом я еще и все что положу да вообще шикарное летом-то обычно не здесь это почему-то но все равно всякие вообще великолепно вообще так что вот так вот и тут кстати мамины книжечки у нас сейчас читает вот такую книжку сергей довлатов ремесло иностранки нравится тебе да он хорошо пишет это мама еще не начала это на библиотеке взяла и еще вот такую вот мама говорит что уже прекрасная книжка я вообще не понравилась она даже дочитывать не будет а чё там плохого язык не неприятно читать грубо грубый какой-то не понравилось на ладк темно за хорошо пишет ну понятно еще вот этот вазелин лежит да разве я покупала с кремом белорусскую а сам крем белорусский тебе понравился ну так не очень а вот это нравится ну это палец надо мазюкать вот так ну так ничего стеки лучше стеки лучше так что вот такая вот у мамы тут косметика на постоянной основе песина храпит как всегда она так храпит кстати хуже мужика мне кажется не все мужчины так храпят как она ногами дергает поскуливает повизгивает да ну ладно на сегодня мы будем прощаться с вами потом покажем как мама тут все разложила на через неделю не раньше так что вот так вот получается мамина комната здесь окно как вы видите окно разновешено всегда так бывает ну да я предлагаю маме такую штуру римскую сюда ну как она такая которых типа как у мальчишек ну я то больше люблю занавески а мама не любит занавески на их постоянно вот так вот это двигает постоянно разновешено окно поэтому это бесполезная история еще она хочет вот эти подушки наволочки переделать не знаю думаю может и плед сюда не очень пока сойдет пока сойдет ну да он потому что как вы видите он там в общем сюда мальчишки забираются вот пакетик из какой-то еды тут в общем куча всего поэтому мама и подушки вот эти вот кладет чтоб не доставали ее на которой она спит и застилает вот так вот чтобы одеяло здесь с этой стороны было что у него даже здесь и сок попьют в общем поедят очень тусуются то бабушки в комнате вот телевизор напротив дать напротив как раз телевизор мамин в общем они тут на любители поэтому нам такой плед она сама она но в плане того что взял постирала и все но по цвету вот по мне так не очень мне нравится как он смотрится сойдет мальчишка это это сейчас вот они учатся и детский садик не тут не тусует особо а подожди сейчас вот лето будет они все дома и этот плед будет где на полу там на улице будет где угодно я уже такие у нас лавреды дети топорно вдруг тебе пригодится мама у меня тоже столики где я крашусь там тоже у меня автоматом запримерился сегодня до маленького забирается говорит там вот домик будет да маме очень не хватает вот этой тумбочки потому что мама сейчас лежала вот в этой области сейчас там я бреда половину выбросить мама не хочет никак резинки кружева для бисер коробочки молнии все нужно маме да вот и она хотела там освободить и сложить туда одежду кое-какую свою потому что в этих частях у него тоже бардак ну вот бардак там все забито в общем да мама думает вот сюда по телевизор такую маленькую это я еще не говорю про нитки еще про клубочки а вот интересно я купила 50 метров вот это утяжелителя вот сейчас я по отрезаю меня останется сколько-то там метров ну все а потом еще какие-нибудь надо шторы делать опять покупать вот надо это все сложить нитки надо сложить иголки надо сложить булавки надо сложить сантиметр ножницы надо сложить нет вам конечно не правильно мне например антоновы отвертки тоже не нужны антон потому что я ими не пользуюсь твоя косметика мне тоже не нужно потому что я и не пользуюсь поэтому это понятно ладно на сегодня мы с вами будем прощаться уже покажем как мама все тут разложила следующее да мама это долго будет все это делать но зато есть чем заняться не надо кота до вышивать видишь немножко тебе надо вышивать то вот так все сложно ну ладно не забывайте подписываться на наш канал всех люблю целую до новых встреч пока пока